Давайте поговорим о молекулярном весе гиалуроновой кислоты. Мы с вами всегда говорили о низком молекулярном весе гиалуроновой кислоты. Низкий молекулярный вес, низкий молекулярный вес. Давайте быстро-быстро-быстро напишем о низком молекулярном весе. Низкий молекулярный вес 5 кДт, 10 кДт, 15 кДт и все, что меньше 15 кДт. Вот это низкий молекулярный вес гиалуроновой кислоты. Даже 15 это уже относится относительно, относительно уже какая-то граница к среднему молекулярному весу. По некоторым данным есть и 25 скиллодальтон, когда относится к среднему молекулярному, вернее к низкому молекулярному весу. Поэтому давайте мы вот так вот рамкой отграничим вот эти самые маленькие молекулярные веса гиалуроновой кислоты. Вот эти очень маленькие молекулярные веса гиалуроновой кислоты, они содержатся в наших кожных покровах неизбежно. То есть они обязательно есть в наших кожных покровах, но они не особо нам нужны. И это маркер того, что в наших кожных покровах действует какой-то стрессовый фактор. У пациента, например, смещение, нарушение иммуномодулятивных процессов. Нарушение иммуномодулятивных процессов ведет к появлению наших с вами эстетических стикеров. Это папилломы, какие-то образования, это гиперпигментация, капилляр апатии, достаточно ярко выраженные. Это воспалительные элементы и так далее. То есть все, что появляется в негативных на кожных покровах. И мы с вами забудем о низком молекулярном весе вообще. Потому что вот этого низкого молекулярного веса не существует в наших с вами продуктах. Те, которые продают нам с вами для того, чтобы мы их кололи. Нам с вами продают очень много средний молекулярный вес гиалуроновой кислоты. Средний молекулярный вес гиалуроновой кислоты, он начинается от 50 кДт до 900 кДт. Вот это вот такой большой-большой диапазон среднего молекулярного веса. С учетом того, что низкий молекулярный вес вообще в нашей с вами жизни не используется. И вот это как бы все выпало-выпало, поэтому вот этот средний молекулярный вес гиалуроновой кислоты мы автоматически стали называть низким молекулярным весом гиалуроновой кислоты. С вами в работе средний молекулярный вес и вот такой гигантский-гигантский диапазон среднего молекулярного веса. И у нас с вами есть еще высокий молекулярный вес гиалуроновой кислоты. И этот молекулярный вес начинается вот отсюда. Давайте напишем 910, 990, а вообще от 1000 кДт или от 1 миллиона дтон, да? От 1000 кДт, если перевести в дольтоны, то это миллион дольтон, миллион дольтон и до 3 миллионов. Или до 3000 кДт или до 3 миллионов, это одно и то же, до 3 миллионов дольтон. Вот такой вот диапазон высокого молекулярного веса. И мы сейчас с вами будем говорить о препаратах, в которых содержится и средний молекулярный вес, и высокий молекулярный вес. Вы уже представили какие-то бомбические препараты? Они реально бомбические, они классные, они суперэффективные, они суперработающие. Потому что у нас есть высокая гиалуроночка высокого молекулярного веса. Это наша вся ревитализация, реструктуризация, уплотнение. И есть среднемолекулярная гиалуроночка, которая обладает лечебным действием. Итак, коротко о лечебном действии среднего молекулярного веса. И почему вот эта группа ревитализантов, которая содержит в себе два разных молекулярных веса, и вот такой, и вот такой гиалуроновой кислоты называются мезоревитализантами. Почему же? Да потому что вот из этого среднего молекулярного веса гиалуроновой кислоты состоит вся наша мезотерапия. Вспомните нашу старую добротную бабушку уже, наверное, мезотерапию, когда у нас с вами впервые появилась гиалуроновая кислота. И вот ту гиалуроновую кислоту мы использовали для коррекции стрии, рубцов, любых дерматоэстетических дефектов. Мы говорили, что это помощь в коррекции гиперпигментации, куперозы, угревой болезни. Мы ее разводили кремнием, артишоком или гингобелоба, делали ее такой вот менее концентрированной на единицу площади и кололи всегда с очень хорошими эффектами и были счастливы и довольны стартом инъекционной косметологии. Вспомните те былые времена и возьмите, примите в свою жизнь вот этот средний молекулярный вес гиалуроновой кислоты. Он реально обладает лечебным действием. Какое же лечебное действие вот у этой среднемолекулярной гиалуроночки? Самое первое – это противовоспалительное. Второе действие – это равновесие работы локальной иммунной системы дермы. Я пишу вот так в знак равновесия, равновесие работы салт, скина, сэшетит, лимфоид, тисью, лимфоидной ткани, ассоциированной с кожными покровами. И третье лечебное действие – это норма ангиогенез. Ангиогенез. Давайте еще раз коротко прибежимся. Противовоспалительное действие. Именно гиалуроновая кислота среднего молекулярного веса от 50 до 900 килодальтон – вот этот гигантский ее диапазон – обладает противовоспалительным действием. Вообще вот такой молекулярный вес нужен любому пациенту, особенно возрастному пациенту. Чем старше становится пациент, тем активнее у него работает провоспалительная система дермы. Не противовоспалительная, а провоспалительная система дермы. Та система, которая способствует поддержанию тлеющего латентного хронического воспалительного процесса. Та система, которая способствует поддержанию активации, гиперпигментации, усугублению морщин, появлению папиллом, кератом, лентига. Средний молекулярный вес заставляет нашу локальную иммунную систему дермы слегка-слегка-слегка, слегка-слегка, слегка-слегка. Не так, как полидезокс-рибонуклеинаты, а слегка-слегка смещаться в нормоработу, в нормальное свое русло. Поэтому средний молекулярный вес гиалуроновой кислоты способствует тому, что кожные покровы сами будут сопротивляться той внутренней проблеме или воздействуя внешних факторов, защищать кожные покровы. И вот это вот скиносошиэтит лимфоид тисью, лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей, она начинает работать в таком нормальном ритме, в нормальном русле. Поэтому будет лечение вот тех изменений, о которых я вам говорила, и норма ангиогенез. Но вообще это моя любимая тема, капилляром изотерапия, коррекция капилляропатии, не буду я в это углубляться, возраст там. Вот этот процесс регресса и рождения новых капилляров, он утухает, затухает, замедляется, и происходит изменение в работе микроциркуляторного русла. В его жизни не только изменяется сократительная способность стенок капиллярного русла, не только капилляры становятся более проницаемыми, но изменяется активность рождения и изменяется активность регресса. А содержание среднего молекулярного веса гиалуроновой кислоты как раз способствует поддержанию вот этой нормы жизни, нормы работы. И я, честно говоря, даже не говорю о том, что это влага, влага, еще раз влага. Вы же гиалуроновую кислоту знаете, что это увлажнение кожных покровов. Это сигнал к синтезу собственной эндогенной влаги. Это синтез, это кумуляция собственной эндогенной влаги. В первую очередь кумуляция, создание депо резерва гиалуроновой кислоты и влаги. Но на самом деле это, конечно, важно, влага, влага, еще раз влага. Но вот эти функции, они для меня первоочередные. Они самые первые. И благодаря тому, что вот эти функции проявляются, кожные покровы будут и синтезировать влагу, и кумулировать влагу, и задерживать ее от потери, от чрезмерной. То есть все будет тогда, когда проявятся вот эти три самые первые механизмы действия. Высокий молекулярный вес – это наши ревитализанты. Это наши добротные, хорошие ревитализанты. Те, которые занимают основную долю товарных категорий препаратов на рынке. Ревитализацию делает каждый пациент, который к вам приходит. Ревитализация – это то, что дает здоровье нашим кожным покровам. И то, что это еда для кожи. Это наша пища. Это то, на что приходят к нам пациенты. Высокие молекулярные веса гиалуроновой кислоты. Смотрите, какой диапазон. От 900 или от 1000. Ну, давайте возьмем 1000. Вот у нас 1000 кдт или 1 млн. дт до 3 млн. И, грубо говоря, смотрите, 1, 2, 3. Вот такие вот три градации вот этого высокого молекулярного веса. И вот этот высокий молекулярный вес, я тоже сегодня на этом не остановлюсь. Он разный. Если мы будем брать более вот эти низкие молекулярные веса, у них один механизм действия. Если мы будем брать самые высокие молекулярные веса, у них вообще другой механизм действия. Вообще другой. Он просто другой. А если мы будем брать серединку, ну, это серединка нашего алфавита, грубо говоря. Это эффекты вот от этого молекулярного веса и эффекты вот от этого самого высокого молекулярного веса. Но самое основное – это клинические эффекты лифтинга, уплотнения кожного покрова. И мы с вами формируем некую высоту кожного покрова. Высота. Высота кожного покрова. Реструктуризация коллагенового матрикса. Вообще реструктуризация структуры соединительной ткани. Вот это задача вот этих высоких молекулярных весов гиалуроновой кислоты. Реструктуризация структуры соединительной ткани. Отсюда благодаря нашим ревитореструктуризантам мы достигаем терапевтического лифтинга. Я вас еще влюбила и в высокие молекулярные веса, поэтому влюбитесь пожалуйста в группу препаратов мезоревитализанты. Мезоревитализанты. И вот эти мезоревитализанты, еще раз хочу повторить, они в себе содержат и средний молекулярный вес и высокий молекулярный вес.